Добрый день, дорогие коллеги! У микрофона Павел Спиранский, водитель отдела обучения Веларусь. Сегодня достаточно интересная тема – запуск насосов при установке высшего уровня воды. То есть такая достаточно специфическая ситуация, которая требует принятия определенных решений для того, чтобы насос на станции работал нормально, стабильно. В рамках вебинара мы вам представим информацию из нормативной документации, которая касается этого момента, посмотрим, что нам рекомендуют классические учебники, классическая техническая литература. Ну и, конечно, мы поделимся с вами тем личным опытом, который компания Вилла накопила по этой теме, работая в России. Итак, рассмотрев, так скажем, подробно эту тему, я пришел к одному единственному выводу, что вообще-то нормально всасывающие насосы следует устанавливать под залив. И, наверное, можно было бы и закончить нашу сегодняшнюю встречу, но, к сожалению, таких станций, где насосы работают в режиме всасывания, достаточно много. Ну и давайте дальше посмотрим, в каких ситуациях, в таких системах, какие станции, такие способы установки могут появляться. Ну а дальше уже, собственно, перейдем к техническим аспектам. Итак, СП, водоснабжение, наружные сети сооружения однозначно рекомендует и даже, так скажем, нормирует, словом, следует, отметку оси насосов следует определять из установки корпуса насоса под заливом. То есть вот такая вот схема, она, в принципе, недопустима для наружного водоснабжения. Но, однако, есть примечание, как всегда, мелким шрифтом в конце ипотечного договора появляется условие, которое все портит. В насосных станциях второй категории, кроме подающих воду на пожаротушение, и третьей, допускается установка насосов не под заливом, и при этом нужно предусматривать вакуум насосы и вакуум котел. Ну, понятно, что у нас все-таки большинство систем это первая категория наружных или вторая, и причем в России принято совмещать эти системы, то есть пожаротушение и хозяйственно-питьевое водоснабжение. Редко кто строит отдельные наружные системы в населенных пунктах. Поэтому такие способы установки могут появляться, скажем, законно могут появляться только в каких-то маленьких населенных пунктах третьей категории, там до 5000 населения. Во всех остальных случаях мы не должны видеть подобные способы установки. И здесь же есть еще одно интересное примечание, которое влияет на последствия, как раз на способ заполнения насосов, если они все-таки работают в режиме всасывания. Для станции третьей категории допускается установка приемных клапанов на трубопроводах до 200 мм. О чем это говорит? Если у нас вот здесь вот на входе появляется приемный обратный клапан, это означает, что мы имеем возможность или получаем возможность заполнять всасывающий трубопровод жидкостью извне, создавать там необходимое давление, ну или просто заполнить. И, соответственно, запустить насос. Если такого приемного клапана нету, а это, получается, все установки с диаметром более 200 мм, то в этом случае нужно применять какие-то другие способы. Канализация наружные сети и сооружения. Тоже пункт начинается за здравие. Насос следует устанавливать под заливом. Ну и кончается опять за упокой. В случае расположения корпуса насоса выше расчетного уровня опять нужно предусматривать там социальные мероприятия. Вот так получается в одном пункте прямо противоположные вещи декларированы. Начинаем, что насосы следует устанавливать. Тогда возникает вопрос, а как может появиться тот самый случай расположения выше расчетного уровня. Ну, видимо, для наших опять российских реалий, для тех, кто сильно хочет и кто умеет согласовать такие вещи, ну вот, пожалуйста, дана дополнительная рекомендация. Пожаротушение. Пожаротушение, наверное, наиболее ответственная, важная система, которая гарантирует только сохранность имущественную и жизни людей. Здесь, к счастью, в новых нормативах, собственно, и в старых прописано однозначно, что отметка оси насосов определяется, исходя из их установки под заливом. То есть формулировка СП-31, и здесь уже без всяких каких-то оговорок, если кабы что-либо. Поэтому, если у нас речь идет о противопожарном водопроводе, внутреннее пожаротушение, забираем из резервуаров воду, то никаких установок выше уровня быть не должно. То же самое касается установок пожаротушения автоматических. Таким образом, в идеале мы вообще с вами не должны сталкиваться с такими системами, если бы все заказчики, если бы все проектировщики следовали строго рекомендациям нормативной документации, и такие станции могли появиться только где-то в маленьких очень населенных пунктах, там, где нет пожаротушения, объединения с пожаротушением. Но посмотрим дальше. На практике это не так, и мы получаем даже большие станции, в том числе станции систем пожаротушения, где насосы работают в режиме всасывания. Прежде чем перейти к способам заполнения, давайте так кратенько пробежимся, а зачем же это все-таки заполнение нужно, и что тут вообще такого сложного, когда насос стоит выше уровня воды. Проблема в том, что любой центробежный насос может начать работу, то есть начать перекачивать жидкость, только если у него в корпусе есть вода. То есть если он заполнен. Если корпус насоса заполнен воздухом, он не в состоянии этот воздух вытеснить в систему трубопроводов и, соответственно, начать работу. При этом у нас есть два типа насосов, так называемые классические центробежные, нормально всасывающие, обычно даже термин нормально всасывающий никто не произносит, просто говорят центробежный насос. И есть так называемый самовсасывающий насос. Разница у этих насосов в том, что в самовсасывающем насосе внутри встраивается какой-либо тип эжектора, который позволяет высасывать воздух из всасывающей линии. При этом корпус насоса все равно должен заполняться водой. То есть самовсасывающий насос, который он и самовсасывающий, но для того, чтобы он всасывать начал, нужно будет его корпус водой залить перед запуском. А вот для нормально всасывающих насосов, поскольку у них таких эжекторов нету, нужно заполнять не только корпус насоса, но и весь всасывающий трубопровод. И только в этом случае при включении насоса он сможет начать работу. При этом и тот, и другой тип насосов может устанавливаться выше уровня воды, ну а насколько выше, это уже определяется кавитационными характеристиками каждого конкретного насоса. И в рамках нашего вебинара сегодня рассматривать кавитацию мы не будем. Для этого у нас есть отдельная тема, есть уже готовые записи на YouTube, на нашем сайте. Кому будет интересно, отключайтесь. То есть сегодня мы посмотрим только, а как, собственно, произвести вот это вот изначальное заполнение системы, и причем сделать это в автоматическом режиме, и так, чтобы это надежно функционировало. Какие варианты нам предлагает техническая литература, ну и, собственно, опыт нашей работы. Первое, что напрашивается, это просто залить всасывающий трубопровод из какой-либо емкости или из напорного трубопровода, если там достаточно воды и, соответственно, достаточное давление. Вот красивые картинки из учебников, которые наверняка многие видели. Из напорной линии через, в данном случае, так скажем, верх насоса производится заполнение всасывающей линии. Справа то же самое, только у нас заполняется емкость, которая получается такой вот запас для запуска насосов, и уже из этой емкости происходит заливка насоса и всасывающей линии перед его запуском. Все здесь как бы выглядит, с одной стороны, неплохо, но, поверьте, залить любую систему через верх крайне сложно. Я думаю, кто заполнял систему, например, отопления, прекрасно понимает, что делать это нужно через нижнюю точку, иначе выдавить воздух из всех элементов системы крайне сложно. А система у нас, как правило, имеет рабочий резервный насос, а может быть их несколько, а может быть несколько всасывающих линий и сборный коллектор. И вот таким вот чудесным путем, заливая жидкость просто сверху в насос, далеко не всегда можно обеспечить качественную заливку. Особенно если трубопровод малого сечения, мы вполне можем вот здесь вот на входе, на вертикальном участке оставить воздушную пробку, там верхняя часть какая-то зальется, корпус зальется, насос стартанет, выкинет первые порции воды, а дальше в него придет вот эта вот воздушная пробочка, которая снова приведет к срыву подачи, то есть насосная станция не запустилась. Естественно, обязательное также условие в данных системах это наличие вот как раз того самого приемного всасывающего клапана в начале линии, иначе можно совершенно бесконечно долго пытаться заполнить линию, у нас вода будет просто вытекать на воду. Ну и конечно же, если этот клапан некачественный или засорился, там старенький уже оброс чем-то, то конечно же вода у вас будет вытекать, и не факт, что вы сможете систему заполнить. Такой один из таких примеров я вам дальше покажу. Поэтому вот в дополнение к вот этой схеме из учебника я бы перенес трубопровод для заполнения всасывающей линии максимально вниз. Таким образом мы обеспечим эффективное отделение воздуха удаления из системы, а в верхнюю точку насоса поставил воздушник или вообще воздушную линию с краном, которая должна открываться для того, чтобы воздух мог из системы выходить. Поскольку если у нас давление в напорной линии достаточно высокое осталось, то не факт, что вы сможете выдавить воздух через обратный клапан, и он уйдет в напорную линию. Поэтому вот в дополнение к этим схемам обязательно должно быть устройство для выпуска воздуха из системы. А заливка должна быть снизу. В качестве примера как раз образец то, как делают, но как быть не должно. Пожаротушение из подземных резервуаров. Город Хабаровск. Спасибо коллегам прислали. Как мы только что обсудили в первом разделе, при пожаротушении, организации пожаротушения, установка насосов выше уровня воды запрещается. Но вот конкретный проект, объект, он существует и работает. Насосы стоят на перекрытии резервуаров чистой воды, выше уровня. И вот здесь может быть не очень хорошо видно, такой голубенький трубопровод маленького диаметра. Это прокинута врезка во всасывающую линию от хозяйственного питьевого водопровода, где вода находится под достаточным давлением. На входе поставлен тот самый приемный обратный клапан, и линия заполняется через всас. А на напорной линии, здесь тоже не показано, стоят воздухотворчики. Естественно, там до арматура. Ну, собственно, и тут даже и нет. Таким образом, система всасывающая линия и сам насос все время находятся под избыточным давлением за счет подачи воды извне. То есть вот это классический вариант заполнения. Поскольку они вообще не закрывают подачу воды во всасывающей линии, у них проблем там с какими-то утечками через клапан, которые возможны, или через неплотности, у них не существует. То есть это всегда подпитывается водой, ну и таким образом потихоньку они пополняют свой резервуар с вот этим самым противопожарным запасом воды. В итоге схема получается, в принципе, водоспособной, но если строго смотреть на требования СП, ее пожаротушений быть не должно. Заливка вспомогательным насосом. Тоже классический вариант из учебной литературы. То есть когда у нас не хочется предусматривать емкость или нету достаточного количества воды в напорной линии, мы можем поставить дополнительный насос, который, естественно, должен стоять под заливом. Поэтому здесь вот показана камера сделана заглубленная и из того же самого резервуара маленьким насосиком забирается вода и сделана врезка в обсасывающей линию, соответственно, для заполнения и самой линии, и насоса водой. Ну и здесь показано устройство платом для сброса воздуха. То есть все более-менее нормально, хотя, опять-таки, лучше бы эту линию, раз струкционно все прокладываем, врезать как можно ниже для того, чтобы воздух отделялся максимально эффективно. Ну и вот в таких системах очень важно выдерживать все уклоны, которые прописаны по СП-31 всасывающих линий. Очень важно, чтобы линии были керметичны абсолютно, чтобы у нас не было никаких утечек. Ну и, конечно, при такой схеме заполнения, тоже приемный обратный папан – это обязательное устройство, без которого вы систему не заполните и насос никогда не запустите. В современных реалиях, когда очень много появилось на рынке различных типов насосов погружных, самовсасывающих, вместо устройства вот этой вот шахты с обычным насосом можно где-то прямо в резервуаре, откуда вы забираете жидкость, разместить погружной насос и пусть этот насос прямо здесь заполняет вам всасывающую линию при пуске насоса. Либо можно поставить наверху группу самовсасывающих насосов, для которых достаточно, как мы помним, заполнить только корпус и, забирая через свою линию воду из резервуара, дальше проводить заполнение всасывающей линии основного насоса. То есть могут быть вот такие варианты. Как это реализуется на практике и с чем, возможно, придется столкнуться? То есть в теории звучит все достаточно красиво, легко. Вот какую-то подобную схему пытались реализовать и в итоге реализовали наши коллеги из Екатеринбургского филиала на одном из металлургических комбинатов. Ну, собственно, то, что этот комбинат не имеет никакого значения, это станция первого подъема, то есть станция забора воды для нужды комбината. Первоначальным решением было использовать группу самовсасывающих насосов, причем не с точки зрения, что они будут воду забирать из источника и заполнять трубопровод основных насосов, а было желание прямо использовать вот эти самовсасывающие насосы для откачки воздуха из всасывающих линий основных насосов. Когда их поставили, выяснилось, что вследствие того, что в системе есть неплотности, плохо держат приемные обратные клапана и так далее, выяснилось, что эффективно удалить воздух из всасывающей линии не удается. Тем более мы помним, что у любого самовсасывающего насоса есть ограничения по объему воздуха, которые он может выкачать до того момента, как вода, находящаяся в этом насосе, начнет перегреваться. И вот в данном случае, хотя были поставлены достаточно такие серьезные самовсасывающие насосы, уже не бытовой линейки, промышленной линейки, вот этой вот их производительности по воздуху оказалось недостаточно для того, чтобы систему заполнить и насосы запускать. Поэтому было принято решение использовать эти самовсасывающие насосы, коль уж они были приобретены, смонтированы не для откачки воздуха из всасывающих линий, а для заполнения бака, а уже дальше из бака проводить заполнение всасывающих линий основных насосов под избыточным давлением. Бак сварили, смонтировали, сделали автоматику для его заполнения вот этими насосами СП, но оказалось, что за счет давления столба жидкости в баке, опять-таки эффективно выдавить все воздушные пробки из линий насосов не удается. И процесс идет длительно, за счет утечек вода куда-то уходит, объема бака в итоге не хватает, насос не запускается. Пришлось думать дальше, и следующим решением, которое было принято, установили дополнительно два горизонтальных многоступенчатых насоса МХИ, которые забирают воду из бака и уже под высоким давлением подают на заполнение всасывающих линий основных насосов. Основные насосы, это насосы двустороннего входа ВИО-СЦП, и вот та врезочка, которая здесь пошла от насосов МХИ, она пришла во всасывающую линию перед насосом, с тем, чтобы заполнить и сам насос, и заполнить всасывающий трубопровод. При этом для того, чтобы воздух из системы уходил, был установлен воздушник на верхней крышке насоса. Ну, там всегда для его установки место, как правило, предусмотренность внутри насоса двустороннего входа. Попробовали? Опять получилось не очень, поскольку воздух через автоматический воздухоотводчик уходит очень медленно. Поэтому было принято решение врезать дополнительную вакуумную линию, даже не вакуумную линию, а воздушную линию, она не вакуумная в данном случае, в напорный трубопровод сразу за насосом, до запорной, естественно, арматуры, и поставить туда электромагнитный клапан, который тоже будет завязан с системой автоматики. Соответственно, когда у нас запускаются насосы МХИ для заполнения всасывающей линии, работает воздушник на стравливание воздуха, и работает воздушная линия, которая тоже соединяется с баком, поскольку в конечном итоге через нее тоже пойдет вода, и чтобы ее куда-то не выплескать в насосную станцию, эта вода будет возвращаться в бак. То есть вот сколько пришлось дополнительных, так скажем, инженерных решений применить для того, чтобы вот эта вот станция в конечном итоге заработала в полностью автоматическом режиме, и насосы запускались стабильно. Здесь вот эта логика еще раз описана. Соответственно, мы закрываем запорную арматуру на выходе за насосом, здесь ее не видно. Запускаем группу повысительных насосов из бака, открываем воздушную линию, и плюс еще для того, чтобы все это автоматизировать, чтобы понять, что воздух из системы удаленно насоса можно запускать, поставлен на напорной линии датчик давления, который тоже там методом хруппы ошибок настроили в итоге на 1-2. При этом давлении, созданном насосами МХИ, включаются уже основные насосы SCP, и в большинстве случаев происходит запуск. Однако, как показала практика, не всегда насосам все-таки удавалось в первое разо запуститься. Если давление в итоге падало, и насос не выходил на свои расчетные параметры, то процесс заполнения вынужденно повторялся, но тоже в автоматическом режиме, и, как правило, с того раза уже все однозначно запускалось. После того, как насос запустился, и датчик давления на напорном трубопроводе показал выход на режим, закрывается воздушная линия, и отключаются насосы подпитки МХИ. То есть, как видите, вот те красивые простые картинки из учебников, при их попытке реализовать вот так вот лоб на конкретном объекте, показали, что все это не очень-то надежно работает, и зачастую может потребоваться достаточно много дополнительных и затрат, и инженерных решений. Ну и, конечно, настройка автоматики там получилась очень уникальная. Следующий вариант заполнения насосов это отсасывание воздуха. Это как раз те самые случаи, когда у нас на входе никакого приемного обратного клапана нету, то есть это станции достаточно большой производительности, трубопровода больше 200 мм, и этих клапанов здесь быть не должно. Но вообще, как вы понимаете, клапан, естественно, он создает дополнительное сопротивление на входе, ухудшает условия всасывания. То есть в идеально всасывающей линии, конечно, никаких дополнительных местных сопротивлений, тем более как обратный клапан, лучше избегать их. Как можно производить отсасывание воздуха? Ну, опять-таки, если посмотреть на наши старые советские учебники, для этого может использоваться эжектор, подключенный к верхней точке, и прямо подавая рабочую жидкость из наполненного трубопровода, если там у нас есть достаточное давление, мы можем высосать воздух из насоса, из всасывающей линии. За счет разрежения вода у нас сама собой поднимется из источника, заполнит всасывающую линию, заполнит корпус, и насос после этого можно будет запустить в работу. Вместо эжектора, когда у нас нет возможности подводить вот эту вот рабочую жидкость в эжектор, можно поставить более сложное устройство, это вакуум-насос, ну, или вообще вакуумную установку. Либо еще все-таки остается вариант применения в данном случае из самовсасывающего насоса, но это еще раз возможно только в том случае, если у нас объем воздуха в насосе и в системе достаточно небольшой, и самовсасывающий насос способен этот объем удалить до того момента, как жидкость в нем начнет перегреваться. Ну и всегда сразу понимаем, что разрежение во всасывающей линии приводит к тому, что через любую неплотность у нас сразу начнется подсос воздуха, это все стыки, все фланцевые соединения, это сальники насосов, поэтому для таких систем, если применен насос сальникового уплотнения, нужна его очень тщательная регулировка, иначе вы будете бесконечно долго пытаться откачать воздух из насоса, он будет туда поступать через сальники или через неплотности. Поэтому самовсасывающий насос применять не рекомендуется, собственно, мы уже видели такую попытку на предыдущем примере. СП, если вспомнить наш второй или третий слайд, говорит, что нужно применять в данных случаях вакуум насосы и так называемые вакуум котлы. Давайте посмотрим дальше, что это такое. Ну, прежде чем вакуум котла, сделаю небольшой слайдик по вакуум насосам, поскольку это все-таки достаточно специфическое насосное оборудование. Вива его не производит, поэтому мы никогда о них не рассказывали на наших семинарах. В основном сейчас используются пластинчатые и водокольцевые вакуум насосы. Как они работают? Пластинчатый насос представляет собой корпус и рабочее колесо, выполненное в виде диска, причем оно смещено, установлено не по оси корпуса. То есть, видите, ось корпуса и самого рабочего колеса, они смещены. Рабочее колесо, вот этот вот диск, имеет прорези, в которые вставлены пластины. Металлические пластины. Когда рабочее колесо начинает вращаться от электродвигателя, за счет центробежных сил вот эти вот пластины выходят из своих пазов, они там никак не закреплены, не зафиксированы, и упираются во внутреннюю обечайку вот этого пластинчатого насоса. Соответственно, за счет осевого смещения корпуса у нас при вращении вот в этом пространстве между пластинами образуются рабочие объемы, которые заполняются воздухом со стороны всасывания и переносятся постепенно на сторону нагнетания, где опять-таки за счет осевого смещения рабочего колеса пластины заходят внутрь и рабочие объемы начинают сокращаться вплоть до нуля вот в этой вот нижней точке. И таким образом весь воздух, который был перенесен со стороны всасывания на сторону нагнетания, вынужденно уходит наполнит трубопровод. И на входе мы получаем снижение давления. Вакуум-насос может использоваться и как компрессор для повышения давления воздуха на выходе. Но нас в данном случае интересует именно создание вакуума. Основная проблема пластинчатого насоса то, что вот эти вот самые пластины они при работе все время трутся по корпусу. Поэтому их приходится смазывать, то есть подавать туда смазочный материал через специальный лубрикат. И, естественно, это все износ. Плюс вы понимаете, что тогда система будет заполнена водой, то есть мы весь воздух выкачаем неизбежно. Какие-то порции воды H2O они тоже попадут в этот пластинчатый насос. Это может вызвать коррозию и все прочее, заклинивание пластин и так далее. Поэтому вот все это сказывается негативно на надежности таких насосов. Альтернатива водокольцевой насос. Здесь вот эта вот герметизация рабочих объемов и их создания осуществлена не при помощи пластин, а при помощи воды. То есть здесь тоже мы имеем рабочее колесо и тоже со смещением относительно центра корпуса насоса. корпус насоса заливается частично водой с определенным объемом расчетным и когда колесо вращается оно разбрызгивает воду создавая по периметру корпуса вот это самое водяное кольцо. Причем за счет опять-таки смещения оси рабочего колеса в верхней части водяное кольцо полностью перекрывает все пространство между лопатками вот этого рабочего колеса зубчиками рабочего колеса а снизу создаются вот те самые объемы которые заполняются воздухом там вот сзади подводится этот сасывающий патрубок заполняются воздухом воздух переносится на сторону нагнетания и водяным кольцом отжимается напорный трубопровод таким образом на входе создается вакуум ну либо на выходе избыточное давление воздуха здесь никаких механических соприкосновений нету рабочего колеса с корпусом поэтому все это работает значительно надежнее и дольше единственный момент вода естественно в определенном количестве будет выноситься вместе с воздухом в напорный трубопровод в виде испарения или мельчайших капелек влаги плюс за счет передачи энергии от рабочего колеса температура воды в водокольцовом насосе будет расти поэтому вот как самостоятельное устройство долго он работать не сможет и для его функционирования требуется бак с водой как раз который необходим для того чтобы пополнять жидкость и вообще обеспечивать ее циркуляцию замену для охлаждения поэтому дальше мы посмотрим все установки с водокольцевыми насосами они имеют вот этот тот самый вспомогательный бачок для их нормальной работы что же такое вакуум котел вот здесь показано как скажем выкопировка из типового проекта типовой схемы вакуумной установки разработки еще я так понимаю советских времен которая показывает как раз как реализовать вакуумное заполнение насосной станции при помощи вакуум насоса в данном случае водокольцевые вот они обозначены цифрой 2 водокольцевые насосы подключаются не сразу к трубопроводам либо к насосам которые нам нужно заполнять циферкой 1 они подключаются к ним через вот этот самый вакуум котел цифра 4 который представляет из себя просто емкость абсолютно герметичную которой контролируется уровень жидкости как это все дело работает вакуум котел связан с вакуум насосами их 2 рабочие беззервные соответственно через вакуумную линию из верхней точки вакуум котла вакуумные насосы откачивают воздух в итоге вакуум котле создается разрежение давление ниже атмосферы вакуумной котел по вакуумной линии соединен со всеми насосами ну естественно желательно с верхними точками то есть как раз теми патрубками в крышке тех самых насосов двустороннего входа вакуумные линии каждому насосу оснащены электромагнитными клапанами чтобы их можно было открывать и закрывать для того чтобы насос и его всасывающая линия заполнились открывается электромагнитный клапан и за счет разрежения вакуумной котле которая передается через вот эту линию у нас происходит отсасывание воздуха и когда весь воздух будет удален из насоса и всасывающей линии жидкость будет вода подниматься заполнять всю эту вакуумную линию заполнять вакуум котел и в итоге у нас в вакуумном котле будет поддерживаться какой-то уровень воды и таким образом у нас все насосы и трубопроводы будут постоянно находиться в заполненном состоянии но при этом давление будет ниже атмосферного за счет работы вот этого вакуум котла естественно поступление воздуха через неплотности через сальники или там через сасывающие линии будет приводить к тому что вакуум будет потихоньку снижаться и соответственно уровень воды в вакуум котле будет падать этот уровень контролируется датчиками и при падении до определенной величины вот это уровень 2 у нас будет включаться в работу вакуумный насос который опять откачает воздух из котла и уровень воды повысится снова до расчетного уровня номер 1 при котором вакуум насос автоматически отключится ну если по какой-то причине один вакуум насос не справился с задачей подъема уровня воды и вода упадет до критического уровня 3 в этом случае у нас запустится резервный вакуум насос ну и нужно будет разбираться почему пошло такое избыточное подсасывание воздуха в систему таким образом сколько бы не было у нас рабочих и резервных насосов и сколько бы насосов одновременно не находилось в работе все остальные всегда подключены вот к этим вакуумным линиям магнитные клапана на них открыты и насосы всегда находятся в заполненном состоянии любой воздух который туда попадает он в итоге уходит в вакуумный котел и когда приходит очередь для запуска какого-то следующего насоса либо каскадная параллель либо смена рабочих резервных насосы всегда готовы к запуску вот так вот работает эта схема ну а бачок 3 который я не обозначил это как раз та емкость которая необходима для работы водокольцевого вакуумного насоса то есть для циркуляции воды для охлаждения и для пополнения вот эта классическая схема что подразумевали в СП когда написали что нужно применять вакуум насосы вакуум котел рассчитывается производительность вакуумной установки по достаточно простой формуле куда входит естественно объем воздуха который нужно удалить то есть это объем всасывающих линий и корпусов насосов входит естественно давление и разность давления и геометрические атмосферного давления и геометрические высоты всасывания ну здесь все в величинах напора и желаемое или требуемое время заполнения системы передпуском ну это особенно важно если по каким-то причинам все-таки запускаются пожарные насосы там это время заполнения системы и вообще выхода насоса на режим оно лимитировано ну для водоснабжения вы можете принять там какую-то более-менее разумную величину но здесь она рекомендована 3-5 минут ну то чтобы систему заполнить и по производительности этой вакуумной установки вы уже ее собственно подбираете реальный проект да который прислали коллеги из Волгограда где как раз реализована вот такая вот схема проектным решением мы видим один водокольцевой насос видим половинку я тут отрезал для укропнения второй насос бак который необходим для работы этих водокольцевых насосов и вот здесь сделано некоторое отступление от рассмотренной нами схемы вакуум котел вот он он всегда сухой то есть там только вакуум а вот эти вот дополнительные вакуум котлы можно их так назвать уже с датчиками уровня для его поддержания они смонтированы дополнительно на каждой всасывающей линии каждого насоса ну как пояснили те кто занимался этим проектом это было сделано для того чтобы была возможность более четко систему настраивать то есть для ее гибкости ну и для надежности ну в общем-то в принципе совершенно нормально в этом случае у нас через вакуумные линии вот она пошла через вакуумный котел происходит удаление воздуха вакуумный котел сухой хорошо он там не коррадирует ничего а вода у нас поддерживается вот в этих бачках и насос все время получается находится под заливом ну при рассмотрении этого проекта возникла пара вопросов первое вот эти вот обратные клапана на воздушных линиях у нас как раз воздух должен удаляться из всасывающей линии а обратный клапан при этом будет закрываться если предположить что обратный клапан здесь просто перепутали он должен быть в обратном направлении ну тогда он вообще теряет какой-либо смысл потому что справа у нас здесь вакуум и ничего справа налево в принципе потечь в этой системе не может второй вопрос по данной схеме заключался вот в этой линии отсасывания воздуха из корпуса насоса то есть здесь в принципе достаточно все это разумно было сделано для более эффективного удаления воздуха было предусмотрено врезка во всасывающей линии и верхнюю точку насоса все хорошо но мы прекрасно понимаем что когда насос запустится в работу вакуумная линия будет автоматически перекрыта из корпуса насоса под хорошим давлением примерно 5-6 атмосфер жидкость будет все время сбрасываться вот в эту емкость и снова попадать на вход насоса и вот мы видим диаметр 3,75 через такой вот трубопровод у нас все время будет происходить байпассирование циркуляция воды ну что наверное не очень хорошо особенно если говорить в принципе об экономии каких-то там энергоресурсов поэтому я попросил коллег прислать информацию с объекта как в итоге это все наладили и заработать ну и получил такую неожиданную фотографию на которой мы видим что вот от всего хозяйства связанного с вакуум-котлами заказчик в итоге отказался и на объекте получился только вакуум-насос который непосредственно подключен через тоже электромагнитный клапан к верхней точке насоса и перед его запуском запускается вакуум-насос откачивает воздух стоит датчик контроля жидкости в трубопроводе и как только вода поднялась заполнила систему вот до этого уровня соответственно у нас закрывается магнитный клапан и насос запускается в работу и все при этом отлично работает стабильно насосы запускаются всегда с первого раза зачем тогда все эти были коплы ухищрения датчики контроля и так далее но здесь сразу скажу что в данной системе поскольку это плавучие насосные станции установленные на баржах частично ниже там даже ватерлинии у них получается что уровень воды во всасывающей линии он находится вот ну таким образом что практически полностью заполняется всасывающая линия и даже частично у них заполняется корпус насоса то есть насос частично находится под заливом и задача вакуум насоса выкачать только вот воздушную пробку которая неизбежно формируется в верхней части насоса который стоит уже выше воды поэтому в такой ситуации решение оказалось совершенно оправданным экономически и технически и работает надежно а когда такую схему попытались реализовать еще один пример с нашими насосами коллег из южного региона на речке Кубань для системы орошения тоже чтобы не связываться с таким громоздким и дорогим вакуумным хозяйством два как вы видите здесь рабочие резервные водокольцевых насоса со своей емкостью вот этой циркуляционной хорошо красиво их подключили вот мы видим белую пластиковую трубу непосредственно тоже к верхним точкам насосов и попытались их автоматически запускать включая вакуум насоса перед запуском ну и вот на этом объекте фокус такой как говорится не прошел как мы видим здесь вообще две группы насосов 2 и 4 к этой группе одна всасывающая линия к второй группе две всасывающие линии в принципе это соответствует требованиям сп минимум две всасывающие линии обеспечены насосы рабочие пиковые резервные в итоге вот в этой группе насос после определенных телодвижений многократных попыток воздух удалить и запустить в итоге насос запускался а вот в этой группе насосы так и не удавалось запустить то есть вроде бы воздух удалялся насос включали на закрытую задвижку давление контролировали вроде бы оно было как только задвижку начинали наторной линии открывать происходил срыв подачи завоздушивания корпуса и все это вся эта система естественно останавливалась ну и собственно коллеги обратились в консультации что делать почему у них это все дело не работает ну а почему оно не работает потому что здесь мы видим достаточно сложную всасывающую систему это и несколько всасывающих линий это и общий коллектор это и несколько насосов подключенных и все насосы в том числе с сальниками тут ребята измучились они меняли эти сальники ставили дорогую набивку увеличивали количество сальниковых колец ничего это не помогало естественно при такой сложной разветвленной схеме эффективно выкачать воздух из системы не удается то есть мы будем тут выкачивать через один насос который пытаемся запустить конечно из одной из ближайших всасывающей линии воздух наверное выйдет по кратчайшему маршруту к этому насосу мы его заполним а вся остальная эта система чего ради воздух оттуда эффективно уйдет плюс он будет через неработающие насосы через сальники все время подсасываться в систему и таким образом создав вакуум в одной линии для одного насоса мы его запускаем на закрытую задвижку он запускается но когда задвижка открывается и начинается рабочий режим то все вот эти воздушные пробки ну или какие-то воздушные пробки они неизбежно в итоге влетают в насос и блокируют его работу поэтому да на маленьком ну или не маленьком объекте но на объекте где нужно удалить всего лишь небольшое количество воздуха из верхней части насоса такой фокус работает с прямым присоединением вакуум насоса на сложных объектах с большим количеством параллельно установленных насосов и разветвленными всасывающими системами это надежно не работает еще один опыт который по всасыванию есть в нашей компании ну или так скажем у наших партнеров я думаю вы слышали что мы поставляем большое количество насосов для комплектации пожарных автомобилей работаем в этой теме уже порядка 20 лет с нашими партнерами здесь реализована схема создания вакуума потому что пожарная машина ну здесь деваться некуда она приезжает к водоисточнику к какому-нибудь там озеру водоему пруду или резервуару для хранения скажем противопожарного запаса воды естественно машина не может ехать под воду чтобы создать подпор на входе в насос и она будет неизбежно работать в режиме всасывания поэтому здесь вакуумные системы предусматриваются изначально и производителями автомобилей накоплен уже достаточно большой опыт запуска насоса что здесь интересно в пожарных автомобилях реализуется принцип когда насос вот основной у нас пожарный насос он для запуска заполняется не полностью до самого вверх а заполняется частично при этом работая на определенных сниженных оборотах примерно 40% от номинала то есть на самом деле в большинстве случаев центробежный насос может запуститься даже если он заполнен водой только частично для каждого насоса количество воды которого хватает для запуска оно свое и поэтому те же производители пожарных автомобилей они все это конкретно рассчитывают для того или иного типа машины и все это заводят в свою автоматику как здесь система работает используется как раз не вакуум не водоклицевые а пластинчатые вакуум насосы вот это пошла вакуумная линия соответственно когда машина подъезжает и рукава опускаются в водоисточник у нас запускается одновременно основной рабочий насос на малых оборотах и запускается вакуум насос который откачивает воздух из системы когда у нас насос частично заполнился и давление на выходе начинает расти но оно еще не достигает расчетных параметров 10 атмосфер а вырастает там тоже до небольшой величины начинает открываться задвижка на напорной линии и насос уже включается пожарная машина включается в работу и в большинстве случаев частично заполнить насос он уже стартует без проблем но это происходит тоже не всегда поэтому это даже прописано в паспортах на автомобиле если насос не запустился с первого раза то у нас производится повторное включение вакуумнасоса и повторное удаление для чего вообще такая схема реализована ну для того чтобы машина как можно скорее вошла в рабочий режим подачи жидкости поэтому вот производится одновременный запуск рабочих насосов делать это на объектах мы настоятельно не рекомендуем поскольку пожарный автомобиль это вещь специфическая и уплотнения там применяются специфические которые можно погонять в сухую на момент заполнения насоса ну вот так он для общего понимания еще возможного варианта такую схему тоже привел ну и здесь кстати вот этот вот пластинчатый насос он отключается не сразу после заполнения системы он сначала продолжает работать отключенную уже систему с тем чтобы выкинуть воду которая в него попала после этого туда поступает смазка и только после этого он отключается если его пластинчатый насос выключить сразу заполненный водой которую он нахватал то соответственно там все заживеет и в следующий раз вы его можете не запустить ну и последний вариант запуска это применение системы всасывающих и напорных баков вот такая картинка качует в интернете видимо из учебника хотя я к сожалению не нашел оригинал в каком учебнике это было приведено изначально но суть заключается в том что у нас на всасе насоса и на выходе ставятся два резервуара ну в данном случае они объединены в одно решение но это два как бы независимых герметичных резервуара которые получаются связанные между собой только через напорную и всасывающую линию самого насоса давайте я уберу то что уже намуливал чтобы дальше делать пояснение резервуар имеет достаточно большой объем несколько раз больше чем объем насоса и там всасывающей линии для чего это делается всасывающий резервуар при первоначальном пуске через там какой-нибудь кран клапан и так далее от водопровода заполняется водой вот этот объем воды заполняется таким образом чтобы насос оказался у нас под заливом и таким образом чтобы когда насос начнет работать и выкачивать вот эту вот воду то в баке создалось разрежение достаточное для того чтобы через всасывающую линию подключенную к баку жидкость поднялась и начала его заполнять ну вот почему искал оригинал этой картинки потому что ну здесь то что организован сифон это категорически неверно иначе у нас вода потом будет при остановке насоса стекать обратно в водоем здесь конечно заполнение лучше делать через верх вот этого бака то есть получается что за счет первоначального объема воды в баке насос удаляя ее создает разрежение за счет этого разрежения жидкость из водоема поступает в бак таким образом пополняя этот запас и система работает насос без всяких обратных попанов или задвижек гонит жидкость в бак напорный тоже достаточно большого объема ну такого же собственно как всасывающие баки заполняет его естественно и заполнив жидкость уже поступает в нашу напорную линию когда насос останавливается естественно происходит обратное стекание жидкости и вот этот вот объем который накопился в напорном баке обратным ходом через насос не имеющего обратного платона пополняет вот этот вот резервуар на входе обеспечивая следующий запас воды для повторного пуска и вот таким образом эта система работает циклично без всяких каких-то дополнительных вакуум насосов либо насосов для заполнения просто благодаря вот этим двум бак ну и казалось бы достаточно удачное решение проблема здесь связана с тем что вот эти баки получаются очень большого объема тоже пример от коллег канализационная насосная станция в данном случае город саки мы можем видеть канализационный насос вот здесь вправо гидравлическая часть ее видно и мы легко замечаем какой большой объем баков серьезное хозяйство по отношению к размеру производительности насоса поэтому на маленькой станции такое решение возможно на большой станции где речь сотня тысяч кубов в час производительности но там эти баки напорные получатся такими что это будет конечно экономически совершенно нецелесообразно ну а если посмотреть на эту фотографию и так вот у нас канализационный насос он забирает по всасывающей линии воду из вот этих вот приемных баков они соединены между собой как видите для того чтобы обеспечить необходимый этот расчетный объем для запуска насоса в приемные баки вода поступает из резервуара КНС через вот этот верхний трубопровод ну и дальше как я уже сказал по врезке снизу поступает насос дальше из насоса по напорному трубопроводу вода без обратного клапана вода поступает через вниз уже в группу напорных резервуаров тоже объединенных между собой и через верх этих резервуаров выходит уже дальше напорный коллектор вот соответственно насосы выкачив воду из баков нижних создают там вакуум за счет него эти баки пополняются из приемного резервуара и насос через напорный резервуар подает жидкость в систему на этом у меня все с методами заполнения насосов и так подводя кратко итоги ну первый итог насосы вышивывания воды устанавливаться не должны это однозначные рекомендации всех СП по всем системам но есть лазейки допуски для каких-то маленьких совсем маленьких станций без пожаротушения или для КНС поэтому если такая система появляется то заполнять насосы всасывающий трубопрод мы можем либо под избыточным давлением для этого нужен приемный обратный клапан и нужно иметь эту воду в баке на полном трубопроде за счет дополнительных насосов либо на больших станциях мы вместо того чтобы заполнять водой всасывающей линии мы оттуда откачиваем воду при помощи вакуумных установ и вакуумных котлов и трубопроводы заполняются из самого приемного резервуара вот такие вот методы сегодня применяются и как вы видите как правило на объектах при запуске таких систем возникают сложности приходится донастраивать доделывать что-то применять какие-то там дополнительные технические решения поэтому мы конечно же связываться с этим настоятельно не рекомендую всем спасибо и до свидания и до свидания Продолжение следует...